Атмосфера подготовки лучше всего ощущается здесь за сценой. Профессионалы и любители повторяют последние музыкальные партии, настраивают свои инструменты. Всего на сцену выйдут 29 конкурсантов, которые и исполнят такие дорогие сердцу патриотические композиции. Сохранить память о героях-земляках, о всех тех, кто сражался за Родину. Эти слова неоднократно звучали со сцены. Стали они и главным символом всех произведений. Горячие точки, локальные конфликты и жестокие сражения. Благодарность за подвиг в каждой песне. Всем тем, которым забыло тень и все, поклонимся, поклонимся, друзья. 29 конкурсантов от любителей до профессионалов. Свои заявочные работы в этом году они прислали в формате видео. Поступило почти 600 работ. Открыл фестиваль оркестр Росгвардии, исполнив несколько композиций, в том числе и легендарный «Марш славянки». На сцене уже не впервые и Сергей Новиков, впрочем, как и на телевизионном экране, признается, волнение присутствует, но в выборе композиции уверен. Композицию выбрал, потому что она соответствует фестивалю, военной песне. Я думаю, она пойдет на ура. Целый блок песен традиционно посвящен подвигу десантников шестой роты. Имена наших земляков учатся школьные скамьи. Среди них и имя Сергея Василева. В зрительном зале мать героя России Галина Василева. Уже 20 лет она почетный гость фестиваля. Каждый приносит у себя в душе вот эту вот частичку того, что они пережили, когда были в Афгане. Ребята наши, которые служили в Чечне. Все это по новой проживать, вспоминать, конечно, это очень тяжело. И вот я им благодарна, да, как говорят, по группе жизни. Спасибо им большое за то, что они вот такой фестиваль решили проводить. Он проводится, он жил, живет и будет жить. Музыкальные композиции, слова которых трогают каждую душу в зале, песни за песней, со слезами на глазах зрители уже стоят. Всеобщее чувство благодарности за каждый подвиг и гордости за свой народ. Все это объединило зрителей в этот вечер. Как и тогда, в тяжелое время, музыка и песни объединяли на фронте и в тылу. В этом зале сегодня собрались представители тех, кто чтит память о Великой Отечественной войне, чтит память о наших героях, которые и в послевоенное время, во время локальных конфликтов, во время других войн, отдали самое дорогое, что у них было, свою жизнь, за то, чтобы вы жили под мирным небом. Поэтому я еще раз обращаюсь к вам не молчать, когда оскорбляют нашу страну, когда оскорбляют наших ветеранов, когда пытаются взлумиться над самым святым, что у нас есть. У нашего русского народа очень богата песенная культура. И одно из самых ее пронзительных направлений – это солдатская песня. Та, что родилась после боя и потери товарищей. Короткая передышка в мыслях о родном доме и семье. И та, что сложилась, как отклик русской души после победных сражений, в которых простой солдат проявлял небывалое мужество и героизм. Каждая песня – своя история, ровно как и каждая история семьи. Кто-то вспоминает рассказы деда, а кто-то – слезы бабушки. Спустя так много лет каждая волнует душу и любима людьми разных поколений. Прямо за душу берет и слезы всегда. И вспоминаем своих родителей и своего дедушку, отца своего, который тоже на войне. Но он прошел всю войну. Среди композиций и те, которые впервые звучат со сцены. Подрастающее поколение – это история. Естественно, они должны знать и помнить все эти моменты, через которые прошла наша страна. Поэтому именно для молодежи это сегодня как раз-таки очень необходимо. Родину захотелось любить еще больше. Я сам афганец, участвовал в боевых, я бывший, как говорят, летчик, принимал участие в боевых действиях. Поэтому меня это очень впечатлило, особенно вот эти афганские песни, которые вот за душу брали. Это вообще, ну, ни с чем не сравнено. Хотелось бы, чтобы и дальше все это продолжалось. Вот, и как бы все это, как говорят, кустила нас память, позвала, постоянно знала, как можно больше. Победа, которую завоевали наши предки, она ценна, и на ней растет наше новое поколение. И мы дорожим этим, это нас вдохновляет. Мария Сильвестрова, Игорь Винничук, Александр Жучков. События. Брянск.